Саратовские баскетболисты обыграли турецких спортсменов. Эта победа стала пятой в арсенале наших игроков. Впервые за несколько месяцев проведения домашних матчей Автодора в рамках Еврокубка были предприняты беспрецедентные меры безопасности. В Саратов спустя сутки после инцидента со сбитым Су-24 приехала турецкая баскетбольная команда. Как прошла игра, расскажет Екатерина Барковская. Несколько минут до начала матча. Вход к Ледовому дворцу «Кристалл» под усиленным контролем сотрудников полиции. За работой стражей порядка лично следит заместитель начальника регионального МВД. Граждан на улице проверяют кинологи с собаками. В помещении контроль еще больше. Проводят личный досмотр каждого входящего. Из-за усиленного контроля не все зрители успели на начало игры. Те же, кто уже занял свои места, услышали обращение к болельщикам «Автодора». Мы верим, что наши болельщики будут традиционным крючком поддерживать любимую команду без нападок оскорблений и провокаций в адрес гостей. Спорт всегда был и остается вне политики. Спасибо за внимание. Но как только раздался свисток арбитра, на одной из трибун появился плакат с надписью на русском и турецком языках. Следом неприятные лозунги в адрес иностранных гостей посыпались отовсюду. По словам саратовских и турецких болельщиков, поведение некоторых фанатов выглядело некорректно. К чему вот это вот все, как бы, ну я сам в шоке был над этим, потому что мы пришли и видим, причем мешать политику и спорт. Есть в стране люди, которые отвечают за это. Мы болеем за свою команду, мы любим спорт и сюда ходим посмотреть так, как играет любимая команда. Спорт так и спорт. Можем играть вот это. Политика это наше дело. Уже после нескольких минут матча политические отношения двух стран у болельщиков отошли на второй план. Игра обеих команд баскетболистов началась очень динамично и была отмечена несколькими результативными бросками как саратовских, так и турецких спортсменов. В первой четверти баскетболистам Бешикташ даже удалось на некоторое время вырвать преимущество. Во второй четверти саратовские спортсмены за первые пять минут игры забросили в корзину соперников мячей на 17 очков. Вторая половина матча прошла не менее захватывающе. Соперники то и дело вырывали преимущество друг у друга. Джефф Брукс и Евгений Колесников, вышедшие на паркет после травм, заставили понервничать турецких спортсменов. Противовес соперники выставили Нейта Уолтерса. Он, по признанию нашего тренера, является одним из самых сильных игроков турецкого Бешикташа. В общем целом мы справились с Уолтерсом, и это, несомненно, плюс. Мерфи играл немного, и я думаю, что из-за того, что мы неплохо его разобрали тоже. Вот, с другой стороны, 11 номер набросал нам слишком много, наверное, лишнего. Потому что говорили, акцентилили, внимали на этом игроке, что один, наверное, из самых опасных людей, которые с периметра могут забивать. Уже за несколько минут до финального свистка стало понятно, что победа за «Автодором». Преимущество саратовцев составило 10 очков. Игра закончилась со счетом 93-83 в пользу «Автодора». Сейчас наши баскетболисты по-прежнему занимают второе место в группе «Е» Кубка Европы. Следующая встреча саратовцев состоится 2 декабря. «Автодор» сыграет с литовским «Литувас Ритас». Екатерина Барковская, Максим Пустовалов, РНТВ, Саратов.